ПЕСНЯ ПЕСНЯ Никто не может исправить своих дел, не любя ближнего и не заботясь о его спасении. Собственная польза каждого соединена с пользой ближнего. У кого две одежды, тот дай неимущему. И у кого пища, делай тоже. Иоанн Предтеча Собирать средства на такие просьбы, как в сегодняшней программе, особенно трудно. Потому что не будет истории о конкретной семье, попавшей в трудную ситуацию. Не будет слез и переживаний. Но важность того служения, что несут Анна Анатольевна и другие сотрудники патронажной службы, переоценить трудно. Поэтому сегодня в программе речь пойдет об их работе и о помощи, которую можем оказать мы с вами. Патронажная служба появилась при отделе социального служения Екатеринбургской епархии 6 лет назад. К тому времени несколько сестер милосердия уже ухаживали в травматологической больнице Екатеринбурга за людьми, получившими серьезные увечья. Но так складывалось, что пациенты после выписки из больницы нуждались в дальнейшем уходе, осуществлять который было некому. Так и родилась идея создать патронажную службу. Поначалу ее сотрудники помогали трем подопечным. Алектина Трофимовна попала в тяжелую жизненную ситуацию. Ее сбила вертушка в карусели. Она не могла двигаться, перелом шейки бедра очень сильный. Когда не было сына, то ей нужно было разогреть пищу, ее помыть, посадить, массаж сделать. Этим всем занимались сестры милосердия. Вторая врач, она до сих пор у нас на патронаже, Елена Николаевна. Когда я ее узнала первый раз, она еще вставала. Сейчас она уже не встает, лежит, у нее остеопороз, нужно ее кормить. И она не может даже поднять руку, потому что любое движение причиняет очень большую боль и ломаются кости. Третья помощь была оказана Анфисе Лаврентьевне. Ей было 90 лет. Она жила одна и приходили, ухаживали за ней. Она первое время двигалась, была очень неприхотливая, ела всегда одну и ту же пищу. Сестры готовили, убирали. Она рассказывала о своей жизни. Первые несколько лет сотрудники патронажной службы помогали прежде всего пожилым людям, которые не могли себя обслуживать, особенно если у них не было родственников или те не могли за ними ухаживать. Но постепенно направление деятельности стало больше. Патронаж это не значит, что мы только сидим, значит у постели больного нет. Это, конечно же, тяжелые случаи пролежни и лежачие больные, и переломы, и все остальное. Но это и ДЦП, это и дети, слепая семья у нас есть на патронаже тоже. Это и возить в школу, отвозить, и в храм возить. Это и какие-то встречи, когда мы организовываем. То есть выходим, патронажная служба организовывает поездки с инвалидами. На сегодняшний день в патронажную службу входит 7 сестер милосердия и около 50 добровольцев. Под опекой у них 64 семьи. Для города-миллионника это, конечно, очень мало. Но охватить большее количество нуждающихся не получится. Для этого не хватает ни сестер милосердия, ни добровольцев, ни средств для оказания помощи. Мы сначала думали, что действительно у нас будет только патронаж, это значит уход заболевания. Постепенно образуется так, что заявок очень много и каждую неделю мы выезжаем с врачом на заявки. Это и уход. Дому просто нужно помыть полы немощным. Может быть раз в неделю, может быть раз в месяц нужно просто побеседовать с человеком или помыть его. Тоже такие есть просьбы. Есть просьбы просто детей куда-нибудь организовать. Есть просьбы и по ремонту. Сломалась там розетка, потек холодильник. Бабушки теряются, не знают куда деться. Делаем ремонты. Многодетные семьи, да, потихонечку образовывалось такое направление. В патронаже тоже пока многодетные семьи. Мы сейчас думаем, как им помочь, как их организовать, как лучше. Чтобы лучше понять, чем занимается патронажная служба, мы приехали с Анной Анатольевной в одной из семей. Знакомьтесь, супруги Сударевы, родители шестерых сыновей. Старшему Миша 14. А самому маленькому Ванечке недавно исполнился годик. О том, что в Екатеринбурге есть патронажная служба, Сударевы узнали зимой этого года, когда Сергей после аварии попал как раз в ту больницу, где и родилась идея создания патронажной службы. С папой у нас произошло несчастный случай, там ДТП. Машина у него врезалась на пешеходном переходе. Были очень большие травмы, тяжелые очень травмы были. В 36-й больнице лежал. Ну вот, Анна Анатольевна к нами пришла. Вот там мы и познакомились. Потом она к нам домой пришла в гости попроведывать нас. Там много очень вообще принесла нам. Ну вообще помощь такая была, что они принесли нам детское питание. Очень много детей у нас были, все просто рады. Вообще периодически приходила, там какие-то вещи приносила. Вообще как-то поддерживала нас и говорила, что вам нужно. Мы обычно не просили никогда ни у кого помощи, так как-то как-то и не знаем, с чего начать-то. Ну вот, больше она сама даже. Она сама видит, что у нас не хватает, что нам нужно, и уже сама ей как-то оказывает нам эту помощь. Потому что сами мы как-то даже и сообразить сразу не можем, что нам нужно. В той аварии Сергей получил серьезные травмы. Больше полугода мужчина находится на больничном. Семья, в которой шестеро маленьких детей, оказалась буквально в бедственном положении. Патронажная служба помогла судоровым продуктами питания, одеждой для ребятишек, договорилась, чтобы семье привезли мебель. Ситуация осложнялась еще и тем, что семье в самое ближайшее время необходимо выплатить больше 400 тысяч рублей, чтобы приобрести жилье. Сейчас они живут десятером в трехкомнатной квартире. Но супруги верят, что с Божьей помощью, молитвами неравнодушных людей эту сумму удастся хоть как-то собрать. Вместе с патронажной службой судари выходят в храм. И там благодарят Господа за силы, что дает им в такой непростой ситуации. Мы православной семьей стали только тогда, когда у нас старший сын умер. Это у нас вот, когда ему было один год и два месяца, он у нас резко заболел. Опухоль мозга у него была, и причем сразу же очень резкая и большая. Нам врачи сказали, что спасти невозможно этого ребенка. Даже операция не поможет. И прогрессировала она очень сильно. То есть он в течение месяца у нас уже умер. Ну и тогда, конечно, вот мы, когда вот именно он болел, вот этот месяц, мы уже и в храм ходили, ходить стали, покрестились. И вот тогда вот мы стали православные. Это вот случилось 18 лет назад. Ну и потом мы уже стали деток. Детки у нас новые уже. Сначала было, конечно, горе такое вообще, что такое случилось. И у нас и сейчас мы его вспоминаем всегда. Как бы и дети знают, что у них есть старший брат. Вот и на могилку ходим. Думаю, что если бы это не случилось, у нас бы, наверное, не было бы столько детей. Помимо финансовой помощи, Сударевы очень нуждаются в любых игрушках для деток. Полгода папа не может работать по состоянию здоровья, а все деньги уходят на погашение оставшейся суммы за квартиру. Игрушки абсолютно вообще любые. Вот и для мальчиков, конечно, там хоть машинки, хоть конструктор, хоть пазлы, хоть книжки. Очень у нас дети любят и книжки, и смотреть, и читать тоже. Вот. Хоть разукрашки. Ну, абсолютно все. Потому что шесть детей, и это просто как бы вот у них... Это всем им надо, всем играть надо. И конструкторами играют все, причем и игрушками играют, и машинками, и паровозиками. Вряд ли можно переоценить и важность моральной поддержки, что оказывают сотрудники патронажного отдела своим подопечным. Когда человек неожиданно для себя попадает в трудную ситуацию, именно доброе слово порой может стать тем чудом, что даст силы не опускать руки и принять испытания. Человек, если попал в беду, то ему тяжело находиться в четырех стенах. Особенно, когда попадает, например, многодетная семья в беду. Там что-то случилось с папой, с мамой. Если с папой, это кормилица. Потеря кормилица – это сразу хаос просто в голове. И когда к нам обращаются, обращаются очень чудесным образом. Люди, даже соседи бывают, даже знакомые. И когда приходим на помощь, конечно, семья не отказывает никогда. Я всегда рада встрече. И вот эта моральная поддержка, когда ты просто приходишь у гостей, ты просто посидел с ребенком, ты просто поговорил, ты просто обсудил какие-то проблемы. Пусть даже не решил какие-то проблемы. Но, по крайней мере, начал говорить об этом. Человек начинает доверять. А наши службы, в общем-то, доверяют все люди. И тогда происходит такое открытие, что люди открываются и говорят, «Ой, так мы тоже можем помочь вам, мы вот этим можем помочь, а вы нам, если можно, вот этим помогите». И начинаются звонки, общение. Людям легче становится жить просто. Легче преодолевать просто вот какие-то преграды. И вот это, конечно, вот нас как-то вообще вот это радовало. И что вот и патронажная служба, она как бы не осталась вот как-то в стороне обязательно, хотя у них времени тоже нет. Но она связалась с нами и помогает нам, и не перестают нам помогать. Хотя они как-то вот это вот очень вообще радуют, что есть вот у нас, в нашем городе фонд милосердия, в котором люди вот именно отзываются. И таких семей, как Сударевы, у патронажной службы 64. Большинство из них часто приходится помогать финансово, покупая даже простейшие продукты питания. Поэтому в фонде особенно остро стоит вопрос финансирования. Все шесть лет работа патронажной службы осуществляется за счет пожертвований от добровольцев. Ежемесячно необходимо не меньше 120 тысяч рублей. Раз хотя бы в месяц покупать какие-то продукты. Ну, конечно, это немного, но мы готовим продуктовые наборы. Это и крупы какие-то, сахар обязательно, конфетки детям. И, конечно же, это рыба и мясное что-то. Вот. И получается около тысячи вот такой набор. Ну, тоже надо найти эти деньги. Если люди не могут, значит, сами приобрести или обратиться к нам, то можно просто перечислить деньги, и мы тогда будем покупать эти наборы. Вот. Сейчас мы 23 семьям помогаем с такими наборами. Больше пока не можем. Но нужды вот пока больше 40 есть. Вот. Для лежачих больных это памперсы. Получается два памперса на день. Это очень много. Это, ну, самое малое количество. Это пеленки одноразовые. Финансовый вопрос стоит сейчас настолько остро, что речи о том, чтобы увеличить количество подопечных, нет. Важно хотя бы сохранить то, что было создано за 6 лет непрерывной работы. Хотя направлений деятельности очень много. А людей, которым нужна помощь, становится все больше. Мы сейчас оказываем помощь инвалидам и малообеспеченным и многодетным семьям. Но у нас в списке пока 23 семьи. На больше мы не можем найти ни спонсоров, ни людей, ни благотворителей, которые бы нам дали денег, например, или дали какие-то продукты. Да, конечно, хорошо сейчас на несколько семей мы нашли тех людей, которые за ними закреплены. Они помогают покупать продукты и вещи. Но хотелось бы, конечно, больше. Потому что у нас пока в списках, получается, больше 40 семей. Это многодетные, малообеспеченные, малоимущие. Я думаю, что они больше и больше будут разрешаться. Они очень нетребовательные и рады любой буквально помощи. Даже гвоздь припить или обои переклеить, или просто побыть с детьми. Не каждый из нас имеет возможность взять под опеку какую-то семью или пожилого человека, попавшего в трудную ситуацию. А порой бывает так, что человек ощущает желание помочь, но стесняется или попросту не знает, как это можно сделать. Господь определил так, что сегодня у нас есть возможность поучаствовать в работе патронажной службы, отдела социального служения Екатеринбургской епархии. Служение, которое несут его сотрудники и добровольцы, не поддается каким-то оценкам. Дорогие наши, давайте сегодня мы поможем продолжить работу над таким важным проектом. Субтитры создавал DimaTorzok